Доброго времени суток, дорогие зрители и подписчики, с вами Мрачный Оптимист, и сегодня мы с вами поговорим о танке КВ-4. Очень интересная машина, очень неоднозначная, скажем так, относится к тем танкам, которые одновременно и очень нравятся, и дико бесят. Немногие машины не обладают такими свойствами, но вот КВ-4 один из них. Мне придется довольно подробно остановиться на его характеристиках, чтобы прояснить некоторые моменты, после чего мы, естественно, как обычно, перейдем в рандом. Значит, у танка, во-первых, хорошая прочность, во-вторых, у него очень большая масса, из этого следуют две вещи. Во-первых, мы медленные, потому что даже такой двигатель, как 1200 лошадей, да, при такой массе он не дает особой динамики. Но самая большая проблема не в максимальной скорости и в ее наборе, а в скорости поворота шасси, она очень медленная. То есть, танк ворочается на месте очень плохо, особенно если вы заедете на какой-нибудь слабый грунт, типа песка или болотистый какой-то грунт, или просто в воду, это будет просто вешалка. Вы будете ворочаться со скоростью секундной стрелки часов примерно. То есть, вас может закрутить даже какой-нибудь, я не знаю, КТ там, или тихий кошмар. То есть, не дай бог вам попасть там на какую-нибудь СТ-шку, все, можно сразу же в ангар выходить, даже не дожидаясь, пока вас убьют. Значит, во-первых, во-вторых, у нас поскольку такая масса, мы можем таранить. Но могу вам сказать, что это удается реализовать довольно редко, то есть, потому что мы медленные, ну и допустить нас для тарана, не каждый отважится. Но с другой стороны, нас таранить никто не будет, а если и будет, то он об этом очень сильно пожалеет. Потому что даже если нас будет таранить какой-нибудь Е50, у него возникнут очень серьезные проблемы со здоровьем после этого. Потому что он даже, там, не знаю, с мастером тарана, он снесет себя в два раза почти больше, чем вам. Для него это плачевно закончится, особенно если он вам в лоб верит, а не в бочину или в корму. Вот такие дела. Значит, по поводу брони. Броня это основная фишка танка, и по большому счету единственная фишка этого танка, ну кроме массы, наверное. И броня очень такая, неоднозначная, то есть, в лоб 180 мм. Это большая цифра, но, ребята, посмотрите на этот НЛД. Он торчит просто, как я не знаю что. И, в принципе, вот эта вот плита тоже. То есть, понимаете, в танке с пробитием 225 и выше пробивают вас в лоб спокойно. То есть, ну, если вы прямо стоите, конечно. Но об этом следует помнить. Не надо думать, что вы неприступная крепость. Сейчас будут мне, как обычно, в комментариях писать, что там даже ИС-7 не пробивает в лоб. Это полный бред, на самом деле. Во-вторых, бронирование бортов у нас есть. Это 150 мм, это очень большая цифра на 8 уровне. Танковать на ГВ-4 нужно бортами. Даже, допустим, если вы едете как-то вот на кого-то в лоб, да, и нет укрытия, где спрятать свое рыло, да, чтобы играть через борт. Вы можете просто повернуть танк вот так вот, и он вас в корпус, борт он вас пробить не сможет. И лоб у вас тоже, ребята, под диким углом становится. То есть, пробить вас вот так вот, ну, очень сложно. Даже с 225 пробоя, ну, где-то примерно один из трех, наверное, выстрелов будет только с дамагом проходить. Поэтому, ребята, этим нужно пользоваться. Ну, а, соответственно, если есть укрытие какое-то, вот, допустим, дом вот так стоит, то вы вот просто прячете свою, скажем так, лобовую деталь и играете через борт. Борта очень мощные, но не надо думать, что они неприступны. Как вы знаете, сейчас многие стреляют голдой, во-первых, об этом я еще сегодня скажу. Во-вторых, то есть, сразу скажу, пушки с пробитием 225 и ниже, они вас даже вот под таким углом в борт пробивать не будут. Вообще, то есть, ну, шансов нету практически. То есть, единственное, возможно, вот в эту вот часть башни, потому что она все-таки так вот, как бы, тут уголок такой есть, может быть, пройдет еще урон, но в корпус это все, это нереально. 240 пробоя, ну, тут сложно сказать, если хороший пробой в рандоме, как вы знаете, есть разброс 25%, шанс есть, но он маленький. Пушки с пробитием 270 и выше будут пробивать вас примерно через раз под таким углом. Ну, понятно, что там кто на голде, там у кого там 300 пробоя, 400 пробоя, они будут вас шить в любые места. Вообще, бесполезно танковать против них, они пробивают вообще всегда, абсолютно. Это просто страшная вещь. Ну, я имею ввиду голдовые боеприпасы, там, М103, ИС-8, там, всяких ПТ-шек этих жестких и так далее. То есть, под них подставляться не нужно. Вообще, конечно, танковать бортом, ну, так вот, самоуверенно 9 уровни и 10, я бы не стал, конечно, на КВ-4, там, по крайней мере, не все. Не надо думать, что вы неприступная крепость, и слабые места есть. То есть, но, тем не менее, то есть, восьмерки танковать бортом одно удовольствие. Семерки вас вообще, даже, ну, в седьмом уровне танк просто давит, я не знаю, это смерть для них. То есть, если на них едет КВ-4, вот так вот, да, примерно, то есть, он едет наискосяк, все, они ничего вам сделать не смогут, они будут просто умирать один за другим. Даже если, причем, даже если, допустим, это, там, ну, несколько СТ-шек, при условии, допустим, что местность не совсем открытая, то есть, они не могут вас закрутить, а просто, ну, могут как-то объезжать, там, что-то. Не надо забывать, что у нас бронирование кормы 140 миллиметров, что, соответственно, то есть, тоже довольно немало. Круговое бронирование, то есть, у танка очень серьезное, понимаете? Допустим, даже если какой-нибудь Т-20 будет вас кружить, он вас заколебется пробивать просто, то есть, он будет вам стрелять в борта, и пробивать он вас будет, там, один раз из, не знаю, из трех, наверное, только в лучшем случае. То есть, танк в окружении живет очень долго, он, как бы, ну, если сравнивать это с какими-то другими машинами, то танк, он, ну, неплохо так себя чувствует в окружении, относительно, конечно. То есть, понятно, что любой танк в окружении чувствует себя плохо, но вот КВ-4, он страдает от этого в меньшей степени, наверное, как Маус или еще подобные машины, там, Е-100, возможно. Затылок у башни бронирован гораздо хуже, но почему-то сюда стреляют редко, если заходят сзади, стреляют почему-то в корпус, я не знаю. Почему, видимо, люди просто не знают об этом, и потом удивляются, почему там, ну, не пробил, да, корму, хотя, вроде, как бы, корма уже должна быть ватная, а вот нифига, у КВ-4 корма достаточно серьезная. Так, ну, про броню вроде все рассказал, забыл только про бронирование башни, сказать, что очень часто вам будут выцеливать вот эту вот командирскую башенку, которую башенка язык не поворачивается назвать, потому что она размером больше, чем башня, наверное, у некоторых танков, но в нее стреляют очень часто. Пробивается она по-разному, то есть, тут как-то очень рандомно, то есть, бывает даже пушки с пробитием в 200 вас туда пробивают, бывает, что не пробивают вас туда топовые орудия. Так мне не удалось, то есть, понять, почему так происходит, то есть, ну... Каких-то зависимостей я вывести не смог из этого. Поэтому постарайтесь по возможности ее не подставлять, вам будут в нее все напихивать, будут все ее выцеливать. Будьте аккуратнее. Потом, значит, что хотелось бы добавить по бронированию? Про голду, ребята. Это для КВ-4 очень печальная вещь, потому что, как бывает часто, то есть, если опытный игрок видит, что, допустим, он играет на танке М-103, он видит, что вы задепились, то есть, вы играете через борт, он сразу же заряжает голду и начинает дамажить вас в борт. Но, поверьте мне, то есть, ну, я лично так бы сделал сам, то есть, потому что стрелять даже ББшками с такого мощного орудия в борт, ну, КВ-4, это практически бесполезная идея. Голда пробивает. Дальше, то есть, если, допустим, вы едете на противника какого-нибудь там, ну, даже седьмого уровня, допустим, возьмем Т-29, вы едете на него, да, он на вас видит, он вас стреляет один раз в НЛД, не пробивает, стреляет вам второй раз, не пробивает на третий раз, он стреляет вам голдой и пробивает. Понимаете? То есть, когда противники видят, что они не могут вас пробить, они начинают заряжать голду, если, конечно, она у них есть. А поверьте мне, сейчас на восьмых уровнях с голдой ездят и очень часто, и на девятых тем более. Поэтому, конечно, с введением голды танк стал страдать больше. Вот, ну, надо было об этом сказать, чтобы потом вы не удивлялись, если вас какой-нибудь тигр начнет пробивать, или там, хеллкэт даже. Ну, ваш хеллкэт на голде вас может банально разобрать, просто закрутить и разобрать. Потому что у него там 248, по-моему, пробоя, там, если не больше, и он будет просто крутить вас и настреливать вам, вшить вас в любые места, и в борта, и в лоб, и куда угодно. То есть, не надо об этом забывать. Так, ну, и, наверное, немножко грустно все это звучит, ребят, но я говорю как есть. То есть, чтобы потом не было ни у кого недопонимания ситуации. Обзор у танка очень плохой. Ну, как он? Он, как у советского любого танка. То есть, у ИСа-3 такой же обзор. Вот, пожалуйста. То же самое. Та же самая цифра. Обзор плохой, ребят, но форсить его я не вижу смысла, то есть, улучшать. Потому что, скажем так, ну, оптика не поможет, трубу ставить, ну, не знаю. То есть, танк не предназначен для какого-то света, потому что он сам светится, как новогодняя елка. Это жесть. То есть, спрятать в кустах КВ-4, это вообще задача не из легких, поверьте мне. Поэтому, как бы, я решил стереотрубу не ставить. Ну, дальней связи нормальные, в принципе. Скорость поворота башни, кстати, ребята, тоже забыл сказать, плохая. Из этого следует то, что крутить нас очень легко. То есть, суммарная скорость поворота шасси и башни низкая, соответственно, закрутить нас очень легко. Тоже, как бы, ну, нужно помнить об этом. Далее, значит, переходим к орудию. Орудие вообще очень интересное, оно никуда больше не ставится. Это ЗИС-24, 107-мм орудие. Имеет неплохую точность, кстати. Очень долгое время сведения, ребята. Очень долгое время сведения. Да, достаточно слабенькую альфу, ну, как для советского танка. Я почему-то очень хотел бы, чтобы на этот танк поставили ДБЛ-9, но так не сделали. Их очень хороший пробой 227. Скорострельность, ребята, такая средненькая. То есть, ДПМ у танка такой, ну, такой приемлемый. В принципе, нормальный. То есть, хотелось бы, конечно, получше, но явных проблем из-за ДПМ у танка нет. Серьезно, это вполне нормально. Переходим к модулям. Значит, ну, понятное дело, досылатель. Понятное дело, стабилизатор вертикальной наводки, чтобы быстрее, скажем так, начинать сводиться из меньшего круга. И я поставил приводы наводки, также усиленные. Потому что сводится пушка очень-очень долго. И нужно все силы бросить именно на, скажем так, улучшение этого показателя. Модули. Снаряжение, прошу прощения. Аптечка, ремкомплект, автоматический внутрешитель. Почему автоматический? Потому что, ну, сейчас это доступно за серебро. Я почти на все танки поставил их. Ставить, ребята, сюда регулятор оборотов подкрученный. Он у вас сгорит просто очень быстро. Не рекомендую, серьезно. Масло ставить тоже не рекомендую. Оно вас не спасет. Вы будете все равно очень медленными. Поэтому огнетушитель пригодится. Тем более меня поджигали на КВ-4. Было дело. И, как бы, гореть на нем, это, ребята, занятие не самое приятное. Поэтому лучше поставить огнетушитель и не париться по этому поводу. Экипаж. Экипаж довольно, ну, такой, средненький. Лампочка, ремонт. Обязательно, ребята, ремонт. Всем качаем. То есть, ни в коем, никаких плавных ходов. Там, я не знаю, этих, этих, маскировку. Не дай бог вам сюда поставить. Это вообще будет туши свет сразу. То есть, не дай бог там какие-то радиоперехваты и что-то такое. Ремонт, лампочку. Лампочка нужна, чтобы знать, что арта на нас свелась. Скажем так, сводится. Вот такие дела, ребят. Так что, не вздумайте, ребят. Еще раз говорю, не вздумайте ставить сюда что-то в ущерб на ремонту. Это будет плохо. Поверь мне. Значит, боекомплект у танка большой. 50 снарядов, в принципе, их хватает выше крыши. 9 подкалиберов вожу. Один фугас. Не знаю, на кой черт он сдался. В принципе, калибр у пушки маленький. И пострелять фугасами я бы с него не стал. Так что, ну, в принципе, как бы смысла особого нет. Кстати, забыл сказать, что пробитие голдой очень хорошее. 289 миллиметров. То есть, вообще никаких проблем. Голдой и танк пробивают танки 10 уровня только в путь. То есть, там, ИС-4, ИС-7 вообще не проблема. Там, там, Е-100, Маус, все шьются вообще влёгкую. Без каких-либо, скажем так, проблем. Ладно, давайте мы перейдём в рандом. Очень долгое начало получилось, такое вступление. Но надо было рассказать, потому что танк требует такого кропотливого подхода. Давайте переместимся в бои. Сейчас вечер. Я очень боюсь, что сейчас будет какая-нибудь жесть в рандоме. Но никуда не подеваться от этого. Тем более, акция идёт. Вот, пожалуйста, ребята. Бой вообще не подходящий для КВ-4. То есть, вообще, мы единственная восьмёрка. То есть, бой 10 уровня, я прошу прощения. У противника Батшаты, Т-62, 2 ИС-7. То есть, 5 арт и квас самый страшный. Здесь это вообще просто жесть. То есть, я не знаю, честно говоря, что тут делать. Вот я сейчас сам немножко в замешательстве. Потому что пробивает нас здесь все вообще. Абсолютно все. В любое место. Ну, карта не городская. Следовательно, танковать мы нормально через борта не можем здесь. Что нам остаётся, не знаю. Нам, я бы, скажем так, ну, возможно, помочь продавить что-то. То есть, потому что броня всё-таки может выручить. Я не особо хочу ехать в город за дома. Потому что, ну, хотя, хотя. Нет, давайте мы всё-таки попробуем спрятаться где-нибудь там за каким-нибудь домиком. Ну, сейчас уже поздняк метаться. Поздно бить буржоми, когда почки отвалились. Так, отлично, арта засветилась. Я надеюсь, что наше сейчас вышелкнут её. Это было бы очень-очень хорошо. Как вы видите, по прямой танк едет неплохо. То есть, 30 км в час, это нормальная скорость для тяжа абсолютно. Но, как бы, как я сказал, максимальная скорость это не самая большая проблема этой арты. О, этого танка. Прошу прощения. Про артул что-то. Я просто боюсь её страшно. На КВ-4 арта это жесть просто. Страшные вещи с вами можете делать. Вы будете... Она будет вам в кошмарах сниться просто. Так, 263-й. Что-то уж больно легко слился. Как-то печально. Ис-3. Да и устреляю на шару просто, потому что... Ну, останавливаться нельзя. Нужно спрятаться за дом. Так, ну всё. Вроде я более-менее как-то задефился. Сейчас будем играть через борта. Там, всех выносить. Садомировать там и так далее. Интересно, где-то пляж. Верхушка танка только торчала. О, 602 она получала. Что-то у противника какой-то. Ну, бараж был, который слился весь полностью в полном составе. Отлично просто. Так, понятно. Что-то мне подсказывает, что бой будет не из самых лучших. Вообще никого не вижу. А кого вижу, того не достаю. Ладно, поехали вперёд ещё. Сейчас уж глупо тут прятаться, что-то делать. Какой-то идиотский бой, честное слово. То есть, как будто ротный, знаете, напоминает какой-то ротный бой. Потому что очень скоротечный. Что-то все как-то умирают быстро так. Сливаются, причём в обоих командах. Или в обеих, я не знаю, как правильно сказать. Да, пушка косая. Ну, не то, что косая, долго сводится. Так-то она, в принципе, не особо косая. Отличный бой просто первый. Прям супер. Всё показал вообще. Похоже, есть МСКД у вас продамажить всё-таки. Ещё накинули чуть-чуть. Ну, под углом, конечно, есть МСКД сложно пробить вот таким. Ну, давайте хоть постреляем. Не хочу я что-то прятаться. Там, брать базу, ещё что-то. Это не по хардкору. Будем нагибать сейчас всех. Кстати, можно таранить десяток спокойно всех. На этом танке заряжаю голду. И семь пробить без голды практически невозможно с этой машины. А, ну, что было, сейчас я не понял, почему не прошёл дамаг. Вот так вот сделали фраг. Странно, почему-то в корму не прошёл дамаг ему только что. Вот, можно пробить щёку. То есть, голдой пробивается ИС-7 щёку спокойно. Попробуем танковать через борт часовой. То есть, пока наши баршаты на КД. Вот сейчас посмотрим, как танкует. Как вы видите, он меня не пробил в борт. Куда ушёл снаряд, а не знаю. То есть, он снял мне гуслю и не пробил. Я, правда, тоже его не пробил, но не всегда берётся. Всё-таки ИС-7 это очень сложный для пробития танк. Он такой очень, ну, рандомный, скажем так. Не всегда получается. Ну, вот, я специально подставился по ДСА. То есть, не было необходимости это делать, просто чтобы показать. Он меня не пробил. Но стрелял он, конечно, не голдой, обычными ббхами. Так, ну вот, даже ушёл я в небольшой минус. Это вызвано тем, что я стрелял голдой. То есть, как видите, на восполнение боекомплекта 27 тысяч ушло. Я вот, значит, нанёс тысяч урона. Ну, ни о чём. В общем, бой, ребят, неинтересный. Давайте мы ещё попробуем. Так, ничего показать толком-то не удалось. Прохоровка тоже страшный сон к В4 просто, потому что негде прятать свою, скажем так, переднюю броневую деталь. И придётся, скажем так, ехать по аллее, потому что доехать нормально до города я не смогу. Арта, в принципе, всего одна. На самом деле, арта пятого уровня, она не очень опасна к В4. То есть, она ему, ну, сносит там 200 хп, ну, 300 может снести. То есть, 500-600 она вам не зафигачит. Ну, если, конечно, не в крышу там попадёт куда-то, в лоб она вам, ну, может нанести даже 150 урона, в принципе. Танк очень бронированный. То есть, довольно так, ну, неохотно по нему дамаг проходит. Но, с другой стороны, он очень большой, по нему очень легко попасть. Придётся мне ехать на аллею, никуда не деться. У нас никто не поехал сюда. Я вот потыкаю. Набор адекватных людей, ты не по адресу, чувак обратился. Адекватных людей тут нет. Ну, я ни одного не вижу, включая себя причём, по-моему. У нас одна, скажем так, один шанс прорашить сейчас по зелёнке и выбить нафиг их, пока они не успели наших всех позабирать на... На горе. И все свелись на Т-50, смотрите. СУ-100 самый такой мощный пацан. Едет просто... Нагибает всех впереди, блин. Тигр тоже там, парень не из этих... Не из трусливых, как вы видите. В данном случае имеет смысл ехать первому мне, потому что я тут самый бронированный. Даже лоб у меня, он бронированный гораздо, чем у ИСа третьего. Пробить меня сложнее, тем более нас здесь очень много. Так что, в принципе, ну... Лучше пусть стреляют по мне, чем по тройкам. Как вы видите, то есть танк по прямой едет нормально. То есть проблем с динамикой у него в этом плане вообще никаких нет. Он едет, едет, едет. Ну, развивает свои 30 км в час довольно уверенно по прямой. Единственное, я стараюсь ехать, то есть сейчас вот под углом, чтобы был ром. Чтобы противники не могли стрелять нечетко в лоб. То есть я ставлю в правый угол, в левый угол ставлю, чтобы пробить меня было сложнее. Вот мы видим Лёву. Дамаг по нему не проходит. Но зато наши союзники просто за один залп его сейчас вынесут. Всё, Лёва поиграл. В борта, конечно, под прямым углом танк пробивается. Это надо понимать. То есть супер першинг. Пробиваем. Постоянно стараемся углы какие-то ставить. Это, ребят, как немецкий танк. То есть нужно ставить углы постоянно. Нельзя стоять противнику чётко лбом. Нельзя. 240. Отличный урон. Выпал просто шикарный. Кстати, я забыл сказать. В углов вертикальной наводки у танка нормальных тоже нет. Это довольно тоже печально. Не попал. Иду на таран. И не попал. Вот так и дело. Никакую базу я брать не собираюсь. Я хочу вам показать, как танк воюет, а не берёт базу. Думаю, это никому не интересно будет смотреть. Сводимся. Пробиваем. Ну, не мы убиваем. Добил кто-то. ТС-3 пробить меня. Ну, попробуй. Глупая затея. С такого расстояния, конечно. То есть под таким углом пробить КВ-4 на тройке. Что-то из области фантастики. Единственное, меня немножко напрягает Су-8, который где-то стоит. Она может мне сейчас в корму засунуть. Я специально сейчас, ребята, еду. И чтобы, ну, показать вам, как танк танкует. Я играю очень агрессивно. То есть вообще не прячусь там, ничего не делаю. А тут вот пру вперёд. Потому что я думаю, всем это именно интересно. В первую очередь. Ну, шанса пробить особо не было. На гуслю поставили. Ремонт у меня вкачан, поэтому чинится гусеница. Ну, вот пробил. Индиан Панзер пробил. Ну, это интересно. Ну-ка, выцелим. Интересно, не пробил ниндиан Панзера. Ну, зато я отвлекаю их на себя. Они стреляют по мне. То есть в это время я имею возможность наносить урон сам. И тем самым, пока противник отвлекается на меня, наши с упоением будут им настроены. То есть я вообще играю максимально-максимально агрессивно. Блин. Ну, давай, вылазь ещё. Не. Не боец. Зато Индиан Панзер боец вообще просто. Блин, ну, так неинтересно, я так не верю. Ну, давай, сбей захват, так будет интересно. Сбью. Ну, ребят, зачем базу брать? Давайте постреляем. Ёлки-палки. Что за... Что за... Эх, не попал. Пожалуйста. В топе, когда там, да, и когда мало арты, можно ехать просто выносить всех. То есть, ну, при условии, конечно, что ваши противники не будут стрелять голдой там поголовно. Отличный рикошет от Тайпа 59. В принципе, танк подходит для стрельбы по, скажем так, дальним целям. Потому что, ну, точность орудия неплохая. Конечно, промахиваюсь, но в целом, то есть... Вот, всё, мы победили. Не дали добить Тайпа. Вот такие, ребята, дела. То есть, сейчас мы посмотрим. Вытанковал я всего лишь, кстати, 2-300 дамага. Мне даже не дали стальную стену. Нанес 2000 урона также. Почти не потерял ХП. Ушёл, как вы видите, плюс 22,5 тысячи. То есть, танк даже фармит. Ну, это, конечно, тепличные условия. Кстати, я забыл посмотреть, что там в предыдущем бою... А, нет, смотрел я. Мы в минус ушли, потому что голдой стреляли. Вот такие дела, ребят. То есть, по моим разведданам даже счётно стреляли. В общем, ну, вот этот бой такой довольно, ну, обычный для таких вот условий. То есть, можно играть агрессивно. При условии, что у противника нету вот таких танков с высоким пробоем, нету много арты. Можно играть агрессивно. Давайте ещё боевики попробуем. Такой танк, как КВ-4, он требует, скажем так, несколько боёв. К сожалению, у нас ни разу не забросил он ни на одну городскую карту. А именно там КВ-4 раскрывает себя в полной мере. Всё у нас кидает какую-то... Я не знаю даже, как сказать-то, чтобы не сматериться. В общем, карты, которые совершенно не предназначены для этого танка. Вот чё тут делать, ребят, я вообще, честно говоря, не совсем понимаю. Потому что карта простреливается вообще вся артой абсолютно везде. Тем более арта довольно серьёзная, шестого уровня. То есть ГВП, а их надо бояться, они могут очень нехило накинуть. Тем более мы большие, по нам не так сложно попасть. Я не совсем понимаю пока вот, чем я буду заниматься. Тем более углы у танка плохие. То есть играть как-то там через башню или там что-то такое вообще абсолютно не получится. Это 100%. Ладно, еду я с нашими ТТшками. Попробуем там что-нибудь придумать. Ну, могу сразу сказать, что примерно процентов 30, что меня арта сольёт. То есть даже, наверное, больше. Ну, пусть лучше стреляет арта по мне, чем, допустим, постреляет по Т30. Потому что этот парень, он наша, можно сказать, надежда, вот, единственная, по сути. Лучше я получу дамаг. Тем более по Т30-то там арта ему закинет там на пулк КП, может закинуть. А по мне она вряд ли сможет так сделать. Пробить меня ГВПшка не сможет. Она мне просто там может снести там 500 КП, ну, даже 600, если очень повезёт ей. Но 1000 там или 1200 она мне нанести урона не сможет, скорее всего. Супер Першинг. Ребята, будете смеяться, но очень опасный противник. Они очень часто ездят на голде. Я сам так делаю, когда на нём катаюсь. А на голде этот танк, он очень-очень опасен для нас. Чё-то не получилось. Сейчас по мне будет фигачить арта. Ну вот, я ему закинул, но сейчас, ребята, будет 3 сплэша у меня или 4. Практически гарантированно. КВ-5 я не боюсь абсолютно. Он для меня вообще не опасен. То есть, если... Ну, они, конечно, тоже на голде катаются часто, но... Даже голдой он меня очень тут будет заколебётся пробивать, скажем так. Блин, бочину не удалось. Пробить, то есть, КВ-4 с КВ-5 это задача, я не знаю, ну... Не из лёгких. То есть, пушка позволяет пробивать КВ-5 под прямыми углами наши, спокойно. То есть, при условии, что он как-то вот стоит так неудачно, да? Что-то я задумался немножко. То есть, можно просто тупо ехать к нему и всё. Там, клинч, куда угодно, в принципе, да? Он нас пробить не сможет. Что такое? Так, отлично. Допускать его нам по прямым углам нельзя. То есть, он может нас так пробить. Ой, ну, зарядил голдой. Зарядил голду, зараза. Какие-то эти... Всё там мешало мне стрелять. Какие-то непонятные там были деревяшки или чё? Ужас какой-то. По мне вот отстрелялись низкая артиллерия. Правда, слава богу, не попали. Довольно странно, что, кстати, КВ-5 пробил меня в борт. Я был довольно большой в угол. Голдой стрелял 100%. То есть, даже не сомневайтесь. Я не защищаю базу, потому что я не успею до неё доехать с уровня. Хотя нет, успею. Как вы видите, то есть, по песку танк очень медленно едет. Может быть, всё-таки удастся. Наш ИС-3-то там просто гнёт всех со страшной силой. Или там, нет, там ИС-8. Казалось, что ИС-3 почему-то. 54-ка я не буду восстанавливаться стрелять по ней. Там наши и так выше крыши должны справиться. Мне важнее помочь нашему восьмёру-восьмому ИСу, потому что там противника СТ-1 и ИС-3. Я заряжаю голдовые боеприпасы, потому что пробить СТ-1 с этой пушки будет сложно без голды. А с голдой это делается очень легко. Не то, что прям очень легко, но особых проблем не будет, поверьте мне. Всё, я вижу его, уже свожусь. Я не попадаю, естественно, по закону подлости. Сейчас довольно было бы неплохо забрать ИС-3. Заряжается голда, но я уже, как бы, ну, скажем так... Печально. Будем надеяться, что я по нему попал. Чё, неужели не пробил, а? Пробил. Это наш старший такой брат-близнец, по сути. У него, ну, похожая конфигурация у танка. Блин, да я буду нет попадать. Как вы видите, СТ-1 меня даже с топовой пушки не пробил. Не знаю, куда он попал. Он грамотно действует, кстати, довольно. Я вот даже голдой не могу нормально его пробить. Уже зашло сейчас. Ещё раз зашло. Видимо, от арты. Вот я его добиваю. Всё, и сразу вперёд, чтобы... Потом причём остановлюсь ещё, назад поеду. Чтобы арта не смогла по мне отстреляться. На упреждение. То есть, понятно, ребят, что с девятками бороться. То есть, вот СТ-1 это очень бронированный танк. И без голды вот так вот с ним я мог перестреливаться. Ну, пока у меня ХП не закончится. То есть, недолго. Тем более, арта ещё помогала. То есть, как вы понимаете, возить голду нужно. Потому что танк не позволяет вам заезжать в борта. Там, какие-то сложные тактики использовать. Он годится тупо для того, чтобы танковать бортами. Или давить какое-нибудь направление. Вот и всё. Так что, выдумывать тут ничего не нужно. На городских картах танкуем бортами. Играем в качельки. Там, я не знаю. Ну, лучше бортами танковать. В качельки танк не очень хорошо играет. На этих, скажем так, на открытых картах ставим брон. Стараемся двигаться хаотично. И по необходимости заряжаем голду. Расстреливаем там высокоуровневые танки противника. 1200 дамагов всего. Но зато, если мы сделаем сортировку по опыту. Не особо много. Но сыграл я, в принципе, как бы, польза в меня была. Я убил СТ-1. Я убил КВ-5. То есть, что-то я сделал. В принципе, такой вот бой. Карты, как я напоминаю, открытые для танка не подходят. Мне очень повезло, что арта на меня не очень много обращала внимания. Потому что бой всё-таки 9 уровня был. И в приоритете, ну, арты были всё-таки противники 9 уровня. То есть, поэтому по мне не очень стреляют. Вот такой танк, ребята. Жалко, что не попалось ни одной городской танки. Ни одной городской карты. Было бы интересно там показать. Но в целом, я думаю, какое-то впечатление составить можно. Танк неплохой, но специфический. Требует определённых, скажем так, условий. Очень рекомендую кататься во взводе. Причём желательно либо с каким-нибудь барабанщиком, типа 50-100. Либо с каким-нибудь тяжёлым танком, более-менее быстрым. Таким, как, допустим, ИС-3. Или там даже хотя бы Королевский Тигр. Потому что, ну, по-моему, хотя Королевский Тигр хуже, лучше всё-таки ИС-3. Вот сочетание, допустим, 1 КВ-4 и 2 ИС-3, это просто отлично. Или наоборот, 2 там КВ-4 и 1 ИС-3. Просто шикарно. Будете выносить просто всех в кашу, поверьте. Вот, ладно. Надеюсь, что было интересно. Если обзор получился немножко скомканный, не знаю, не расстраивайтесь. Просто что-то вот сегодня устал, как бы надо сделать ролик и немножко, возможно, заговариваюсь. Вот. Если было видео полезным, не забываем подписываться на канал, не забываем ставить большие пальцы вверх. Это мне здорово поможет. Всем до новых встреч. Ждите новых стримов. Всем пока. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok